Приближаясь к 20 ноября, я считаю, это приближается десудный день, и преступный режим Токаева-Назарбаева находится в агонии. И почему я говорю, что они находятся в агонии? Потому что вот эта инициатива, которая была выдвинута от Координационного совета оппозиции Казахстана, от представителей Бременного правительства, это программа прежде всего для народа, это прежде всего для построения нового независимого Казахстана, сильного государства. Эти программы сделаны, потому что народ, как бы уже казахстанское общество устало и уже не хочет терпеть этот режим. Поэтому вот эти программы, которые мы разработали с инициативной группой о том, что каждому участнику победного митинга будут выплачены 5 миллионов тенгеек, которые будут выплачены 25 миллионов тенгеек каждому, кто создат ячейки. 25 миллионов мы выплатим, мы обязуемся выплатить силовикам, которые перейдут на сторону казахстанского народа. Поэтому это не просто какие-то слова, это программа, это государственная программа Временного правительства. Это наша обязанность, это дело чести наше, мы обязаны это сделать. Освободить наше общество от кредитной кабалы, Назарбаевско-Тукаевского режима, которые обложили данью этим потребительскими ипотечными кредитами. Мы спишем сразу, это срочные меры, экономические меры. Мы обязаны это сделать, это символично сделать, потому что это и есть освобождение от этого режима. Не только их сервис режим, но и еще освободить от этой кабалы. Поэтому наша главная цель – это построить прежде всего демократическую парламентскую республику без должности президента. И эту власть, это правительство будете высоздавать прежде всего казахстанцы на улицах, на площадях, из местных своих гражданских активистов, лидеров гражданского общества. Потому что лидеры не я буду, не Мултар Кабулыч, а будут среди вас лидеры. Потому что вы уже видите, как только лидер появляется, как только лидер общественного мнения появляется, его сразу же сажают в тюрьму или запугивают, берут в заложники их родственников и так далее. Вся страна находится в заложнике, весь казахстанский народ. Поэтому это делает честь всех казахстанцев на 20 ноября выйти на этот протестный митинг, бессрочный протестный митинг. Я также хотел обратиться как представителям малого и среднего бизнеса, хочу обратиться к представителям бизнеса. Эту страну, прежде всего, это для, когда мы говорим о свободной стране, демократии в свободной стране, это имеется в виду свободная рыночная экономика, где не нужно будет платить такие огромные неразумные налоги, где не нужно платить дань, откаты и так далее. Я знаю, что сегодня бизнес лежит в руинах в Казахстане. Поэтому бизнес также находится в рабском зависимости, в таком унизительном положении. Поэтому 20 ноября, уважаемые бизнесмены, предприниматели, будьте вместе с народом казахстанский, помогайте, кто чем может, водой, хлебом, теплой одеждой. Помогайте всем, чем можно, потому что это будет долгий, такой бессрочный митинг, трудный будет митинг. Поэтому будьте с народом 20 ноября, и мы тогда добьемся, и мы построим тогда свободную, настоящую, экономическую, крутую страну, сильную страну, без всяких узурпаторов, без президента.